Предприниматели могут рассчитывать на поддержку не только муниципалитетов, но и на краевую помощь. Агентство поддержки предпринимателей существенно расширило профиль предлагаемых услуг. Теперь к ним можно обратиться только с идеей, не имея ни копейки денег, и получить на выходе готовый бизнес. Тема продолжит Дмитрий Пименов. Стать сельским предпринимателем, наверное, даже проще, чем городским. Будущим бизнесменам открыты все виды поддержки, как показывает опыт некоторых предпринимателей. Главное, не лениться использовать их в построении своей бизнес-карьеры. Полтора года назад Роман Маслобоев был обычным безработным. Сегодня у него своя станция техобслуживания, на которой работают 7 человек. Когда задумал свой бизнес, пришлось начинать с нуля. Первые деньги получил по программе самозанятости. Их хватило на два станка для шиномонтажа. Поэтому пришлось обратиться за кредитом. В банки приходил, мне говорили, что у вас нет деятельности полгода, поэтому вам кредит не дадим. Пришлось искать какие-то субсидии, опять же, и наткнулся на региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Ну, там я пришел, мне рассказали все, что действительно можно взять кредит до 300 тысяч под малый процент. Сейчас у начинающих предпринимателей стало больше возможностей начать свое дело с нуля. Агентство поддержки малого и среднего бизнеса существенно расширило список услуг. Может выдать микрозайм до миллиона рублей, поможет и с более крупным кредитом до 150 миллионов. Может выступить и поручителем перед банком. Поможет оформить импортную технику в лизинг и даже провести маркетинговые исследования зарубежных рынков. По краю у агентства работает 8 отделений. Учитывая, что грамотных экономистов на селе фактически нет, там для начинающих предпринимателей проводят обучающие мастер-классы и всегда готовы поддержать советом и делом. Разработки всей документации необходимой, в том числе и самого важного документа, это бизнес-плана, который является отправительным звеном в любом бизнес-проекте. Опытные предприниматели предлагают сельчанам массу идей для собственного бизнеса. Это и банальная торговля, и классические животноводства, разведение страусов, и шиншилл, выращивание экологически чистых овощей, зелени, фруктов или цветов. И более продвинутые – производство замороженных полуфабрикатов. Депутат Валерий Сергеенко, возглавляющий профильный комитет в законодательном собрании, говорит, что в основном предприниматели на селе выбирают торговлю и фермерство. Последние, помимо содействия агентства, могут рассчитывать на помощь из краевого бюджета. Краевые власти готовы поддержать и не сельскохозяйственные виды бизнеса. Мы государственными программами своими поддерживаем и развитие сельского туризма, и гостиничный бизнес для этого на селе, и развитие ремесел. Не скажу, чтобы это были гигантские деньги, вот на это выделялись, но по мере того, как они будут востребованы, будет развиваться и это направление. Предприниматель Изабана Роман Маслобоев уже твердо стоит на ногах и призывает последовать его примеру. Тем более, что сейчас для предпринимателей есть все условия, главное делать, а не сидеть и ждать. Дмитрий Пименов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова